Ну а самое грандиозное событие ожидало березняковцев в субботу в центре города. Чтобы отпраздновать День химика, на Советской площади собрались сотни березняковцев. Чего боялись воины Камской Братины и приезд какой звезды стал сюрпризом для березняковцев. Эти и другие моменты в специальном репортаже моих коллег Евгении Кокшаровой и Екатерины Федоровой. Любой ребенок в березняках знает, что все химики нужны и все химики важны. Моя мама работает на заводе, я ее хочу поздравить с Днем химиком. Профессия химика важна, потому что без химии сейчас человек просто не может прожить. Из химии делают и мыло, и разные приборы. Например, вот даже камера ваша сделана из пластика. В пластике есть доля какой-то химии. Организаторы, промышленные гиганты, азот и уралкали позаботились и о самых маленьких горожанах. Советская площадь с самого утра выглядит как волшебная страна, в которой можно встретить самых неожиданных сказочных персонажей и вдоволь напрыгаться на огромных батутах. Главное – бесплатно, что радует взрослых. Для детей все есть, и все очень круто, и все очень красиво сделали. И мы очень рады, что город делает такие праздники и устраивает. Это очень хорошо. Открывают праздник на главной сцене тоже юные березняковцы. В фестивале детского позитива «Маленькие дети» чувствуют себя большими артистами. В ста метрах другое действо. Наверное, так громко слушать музыку в автомобилях под окнами администрации. На глазах у полицейских можно только в День химика. Автозвук – это шоу для тех, кто любит громкую и качественную музыку в своем авто. Если вы не боитесь попортить прическу, то вы можете испытать силу звука на себе. От таких мощных звуковых вибраций волосы встают дыбом. А на Советском проспекте на дыбы встали десятки ревущих зверей. Жаль, что мчаться со скоростью ветра не позволяют правила дорожного движения. Сегодня у нас открытие сезона Березняковского, нашему мото-пробегу. И так как у нас совпало вместе с Днем химика, мы посвятили, конечно, заездам и с флагами, приехали поддержать наших химиков сюда на площадь, чтобы, как говорится, удивить людей, показать, что такое мотоциклы. Это не как раньше, допустим, были ежаки Ява, сейчас вон какие красавцы, все хромированные. Отчаянные байкеры огромной колонны устремились в Соликамск, а березняки ждали не менее яркие зрелища. Тот, кто работает на производстве, знает, что огонь – это неотъемлемый элемент многих химических реакций. Вот и на дне химика огненное шоу вызвало бурную реакцию зрителей. Однако бои на горящих мячах – это лишь вступление к другим сражениям. Фестиваль «Камская Братина» и в этом году стал частью химфеста. В березняки съехались команды из Глазова, Кирова, Златоуста, Перми и Чайковского. Однако самым страшным соперником для этих сильных мужчин стала жара. Она сразила на повал одного из самых могучих бойцов. В такую погоду очень сложно биться. 30 градусов, плюс на бойце доспехи, которые весят 30 килограмм, под доспехами ватная защита, стеганая. То есть это очень жарко на самом деле. Березняковские бойцы вновь показали себя более чем достойно. На ресталище «Камская Братина» держат в напряжении зрителей уже 2 часа. А тем временем у главной сцены собралось тоже немало людей. Там сейчас работает моя коллега Екатерина Федорова. Есть слово. Да, Женя, мы на связи. Здесь сейчас проходит фестиваль трудовых коллективов компании «Уралкалий» и «Уралхеймовзвучи на наших волнах». Промышленники, словно настоящие артисты, исполняют на сцене творческие номера. Кавер-группа «Рокерс Бразерс», конечно, пока не звезды российской эстрады, но зажигают по-своему ярко. Промышленники сегодня химичат не на производстве, а на сцене. Смесь элементов вокала, игры на музыкальных инструментах и, конечно, самого зажигательного танца приводят публику в восторг. После трудовых коллективов перед горожанами выступают градоначальник Сергей Дьяков и руководители крупнейших березняковских предприятий «Уралкалия» и «Уралхима». Сегодня наши промышленные предприятия знают не только в России, но и во всем мире. В каждой березняковской семье есть представитель химических предприятий, кто работает на них. А следовательно, химия объединила весь народ города Березняки. Сегодня действительно великий день, сегодня наш праздник, день химика. И сегодня я с удовольствием поздравляю всех нас и халинщиков, и азотчиков с большим праздником. Спасибо вам большое за ваш труд. Компания «Уралхим» в честь праздника, совместная компания «Уралкалия» дарит городу Березняки сегодня концерт звезд российской эстрады. Еще раз с праздником! Ура! Тем временем главная сцена не пустует. Поздравить город химии на каме и спеть свои лучшие песни выходит звезда российской эстрады, певица Зара. Артистку, кстати, видно даже с другой стороны площади. Промышленные гиганты «Уралкалий» и «Уралхим» в этом году разместили сцену очень удачно. Я очень надеюсь, что это не последний мой визит в ваш город, он у вас такой зеленый, такой славный. Знаете, я жила когда-то в Ленинградской области в городе Отрадное, и там у нас есть судостроительный завод, на котором работали мои родители. Вот город Березняки мне напомнил мое детство и город Отрадное. Время 8 часов вечера выступает группа «Бандерас», идет дождь, не у березняковцев. Даже такая погода не смущает. Многие взяли с собой зонты и наслаждаются выступлением известных групп. Капризы погоды березняковцы решили перетерпеть, ведь главный городской праздник, День химика, случается всего раз в год. Под хиты группы «Бандерас», такие как «Манхэттен», «Коламбия Пикчерс не представляет», «Дай пять», на Советской площади собрались все березняки. В интервью журналистам звезды признались, что по химии в школе у них были как отличные оценки, так и неуды. Мы проводили какие-то страшные эксперименты, после чего директор всех ставил на ноги и говорил, кто это сделал, друзья. Никто не сознался. Действительно очень приятно, что нас так принимали хорошо и, в общем, всем помогли зонтики. Никто не разошелся, нам это действительно безумно приятно. А об этом музыкальном подарке знали только организаторы. «Уралкалий» и «Уралхим» решили сделать березняковцам сюрприз. Пригласили на химфест реальную звезду ТНТ, «Вавана» из сериала «Реальные пацаны». Между делом ТНТ-шный актер поделился с родным телеканалом своими планами. Сейчас занимаюсь в данный момент написанием музыкального альбома. Все идет хорошо, мы медленно. ТНТ, привет, мы скоро увидимся. Знаменитые в 2000-х «Иванушки Интернешнл» ярко завершают День химика. Как раз эти ребята и разогнали на небе все тучи. Дождь прошел. Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко. «Иванушки» вышли на растерзание публики. Это, конечно, громко сказано, но березняковцы рады были пожать руки Иванушкам. Одна женщина в порыве страсти даже порвала браслет рыженькому участнику группы. Дождь не испугал никого. Я так понимаю, что долго ждали этого праздника. И нам им сегодня искренне понравилось. Никто не ушел. Все, кто занимается такой важной наукой, как химия, отдельный респект. Это основа мироздания, основа понятия, основа нашей жизни, основа технического прогресса. С днем химика от всей души. В этом году химфест собрал на площади тысячи березняковцев. Многие получили загар, который прозвали химфестовским. Дети зарядились позитивом и творчеством, а взрослые наблюдали за зрелищными выступлениями. Екатерина Федорова, Евгения Кокшарова, Степан Некрасов и Лев Сабуров. Новости на ТНТ.